Акустическая среда 21.08 столица, друзья, всем привет! Как вы догадались, это акустическая среда, как мы уже объявляли не раз, у нас сегодня музыкальный коллектив Петра Налича. Давайте мы представим всех 126 артистов, а потом уже перейдем к неторопливой дружеской беседе. Собственно, Петр Налич. Так точно. Здрасте. Это я, я тут. Константин Швецов, акустическая гитара. Здрасте. Он тоже рядом. Сергей Сколов, Домра. Здравствуйте. Самый романтичный элемент этого коллектива, я думаю. Человек самый романтичный. Конечно, условно. Дмитрий Симонов, бас-гитара. Да, далеко не романтичный, но прагматика. И Оскар Чунтонов, это клавиши. Чунтонов. Чунтонов, прошу прощения. Нет, все, проваливайся. У нас Оскар Чунтонов. Давайте поставим ударение. Оскар Чунтонов. Оскар. Оскар Чунтонов. Вы знаете, вот угадайте, о чем мы думали, когда пригласили, когда у нас была, ну, первая радость закончилась, мы выпили с ребятами, вот, а потом стали думать, что же с вами делать в эфире. Вот как вы думаете, какая мысль главная? Я думаю, нефритовый заяц должен быть как следует обсужден. Нефритовый заяц, да, естественно. Неудачный нефритовый заяц. Но это был второй пункт. Первый пункт, вы наверняка знаете. Мы напевали, и у нас, мы в анонсе напевали одну известную песню, вы тоже наверняка ее знаете. Пожалуй, самую известную, наверное, у вас. И мы думали, слушай, а вот, интересно, нам сразу по морде они гитары дадут, если мы попросим эту песню исполнять. Почти, почти, да. Их же, наверное, заколебали же уже этой просьбой. Поэтому мы решили деликатно... Провязанный жакет? Не знаю. А, ну можно и так пойти, этим путем, непрямым, через вязанный жакет. Ну, честно скажите, вот, гитара, гитара, вам уже обрыдло отвечать на этот вопрос, исполнять ее и так далее. Никакой нет. У нас уже опять свыкнулась. У нас нету концертов, состоящих из одной песни, на которых теоретически это могло бы обрыднуть. Обрыдлнуть. Вот, а большинство наших концертов достаточно большие, и поэтому все равно мы там исполняем очень много всяких песен. Бесы традиционно мы начинаем с гитар, и это совершенно нормально. Вопрос был, не качество песни, а в том, что вы, может быть, могли себя почувствовать, или это наша неверная совершенно трактовка вас, заложниками песни, заложниками хита главного? Для этого надо, чтобы вот именно мы все время пели только одну песню. В нашем случае это не так, поэтому даже несмотря на то, что многие нас знают именно по этой песне, ну, те, кто ходит на наши концерты, знают нас по многим песням, поэтому там это все как-то все так гармонично проходит. Да и большое количество ваших песен там на станциях крутится. Ну, крутится, это правда. Большое, да. Ну, я просто работал на нашем радио, поэтому... Обе в ротации. Да, обе две. Ну, тогда предлагаю начать с другой. С удовольствием. Дача. 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 Мы, может быть... Ну, ладно, не Лёха, ну, ладно. Ну, какие-то людьми... Я против любых технических наведок, поэтому я постаренький. Вот. Ну, правда, это же будет... И страна станет лучше удивительным образом. Дать музыканту взятку, да, собственно, по старинке? Хорошо. Хороший способ заработка для музыкантов. Кстати, друзья, вы знаете, что у нас позапрошлом часе была Анна Юлианновна Барновицкая. Как раз мы её, похоже, узнали. Конечно. Да. Она архитектор, да? Мы архитектор ей. Мы же её знаем точно. Точно, она преподавала у нас в архитектурном институте. Она так и сказала. Когда мы объявляли, что у нас музыкальный критик Петра Налича, она посмотрела на нас внимательно. Мои студенты, говорит. Да, так и есть. Все студенты? Нет, только мы с Костей. А вы в остальных школах не закончили? А вы закончили архитектурный институт? Точно. То есть в архитектуре точно закончили? Точно, точно. В общем, она вам привет передавала, а вы ей передайте привет. Спасибо большое, мы ей, да. А работала уже какой-то время. Подожди, я хотел в качестве привета предлагать песню передать. Как-то называется она? Lost in forgotten. А, это да, вот любимое звучание наших слушателей. Ваших фанатов уже начали с заказа. Я не знаю, насколько это соотносится с вашими желаниями. Да, еще одна песня. А у вас она, ну, готова песня? Давайте споем Lost in forgotten, да? Спасибо. Спасибо, можем? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дети играют в хоккей Фигурное катание Просто бег И кёрлинг тоже есть У Брейглинг нарисовано Вот-вот У моих аргументов А у старшего Питер Брейглинг старший Ты стоял всё время На твёрдой позиции академической А тут написали что Ты 500 лет назад уже керлинг был и изобретен. Еще как. А по поводу архитектуры. Занимался же какое-то время... Я, да, и Костя. Мы какое-то время работали архитекторами. Я начал работать где-то курсы на третьем, наверное. Еще после института где-то года полтора поработал. Потом бросил. Волтался где-то год. А потом пошла музыкальная история наша. А вы можете сказать, что вы сейчас профессиональные музыканты? Ну, мы же зарабатываем деньги, как мы сказали. Кстати, начали с этого эфира. Мы профессиональные музыканты, мы зарабатываем деньги. Прекрасно. Начнем разговор с этого. Тогда продолжим, друзья, наш интерактив предыдущего часа. Вот с какого ракурса. Вот мы ему тут спорили относительно того, обязаны ли или должны ли профессиональные спортсмены общаться с журналистами. С публикой, грубо говоря, через журналистов. Леша полагает, что они совершенно не должны. Единственное, что они должны зарабатывать на медали на льду. И с этим довольно сложно спорить. Но, с другой стороны, если полагать, спорт большой, так сказать, серьезной индустрии, то это один из важных элементов индустрии. Общение с прессой и так далее, зарабатывание спонсорских контрактов. И поэтому, конечно же, должны. Ну, то есть они сами пускай решают, должны. Они пускай решают. А вот вы, как профессиональный музыкант, считаете, что вы должны или это просто нужно? Ну, я, честно говоря, в какой-то момент, несмотря на усталость после концертов, мне кажется, это все-таки некоторый... Ну да, в общем, долг. Что надо, люди тебя ждут, хотят тебя спросить, как вы провели концерт, какие ваши творческие планы. И надо выйти там и об этом рассказать. В общем-то. Но, опять же, это все зависит от того, что это за люди, какие у них вопросы и куда они предлагают приехать, чтобы на них ответить. То есть это... Ну, в общем и целом, да, мне кажется, что надо, если люди хотят еще что-то спросить, в общем, надо ответить. Если это касается твоего творчества и не какие-то скабрезности. А вы какие-то такие встречи с фанатами устраиваете? Там, в режиме вопрос... Ну, там, с поклонниками... Мы постоянно находимся на встрече с фанатами. Мы с спортивной терминологией просто продолжим. Ну, такой вот прям, что вопрос-ответ из зала же не выкрикивают вам люди. Ну, конечно, бывают всякие пресс-конференции. Мы как раз недавно на сайте такое организование. Да, были просто пресс-конференции обычные, а сейчас в виртуальном пространстве тоже это делаем. Да, да, да. То есть люди присылают вопросы, мы на них отвечаем. Девчонки сейчас... Друзья, нам прислали вот картину, но не оригинал, Пикпитры и Брейгели. Слушай, действительно, играют они и в керлинг, и фигурным катанием занимаются. Девчонки, положите, пожалуйста, на наш сайт профилактик.тв. Друзья, зайдите, просмотрите хоть одну классическую картину, благодаря нам увидите. Вот, полезно будет. Ну что, давайте под занавес этого получаса мы... Вернее, вы, конечно. Вы только намекните. А вот та песня, которую мы стеснялись вас спросить вначале, она будет в этом концерте? Если хотите, будет, конечно. Хотите, прямо сейчас все будет. Кнопочка есть на сайте. Я хочу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Акустическая среда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Симонов, бас-гитара и Оскар... Оскар Чунтонов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну ладно, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Ассоциации, вот теги Мы формируем облако тегов, потом его в конце Ребятам выдадим, пусть сами с ним что-нибудь делают И ваши вопросы, вот у меня Просят прям в личном порядке, у меня есть Знакомая, которая является вашей очень большой Поклонницей, она прям настаивает Спросить про любимых писателей и любимую Одну книгу Одну книгу? Ну, одну, не больше Давайте начнем с Сергея Соколова Если бы Сергей Соколов попал на «Небитаемый остров» с Домрой И что бы он еще взял с собой? Медиатор, конечно Глупый вопрос Твоя любимая книжка? Да нет, ну как можно, если говорить про художественную литературу Не, ну у вас с собой один рюкзак, все, «Небитаемый остров» Четыре года в одиночестве Куда деваться-то? Что-то надо взять А мы просто выбираем Тут тушенки, спичек там И там есть один карман для книги, для одной Научно-мопулярная книга «Как выжить на небесами-монстрами» А дальше будет художественная литература, да А что, мануал? Мануал, конечно Как собрать плод из всего? Что делать, да, в таких ситуациях Как человек побереспасаться? Да, давайте по очереди Никто не скажет Но это интересно, правда Ладно, хотя бы писатель Костик единственный человек, у которого есть любимая книга Ничего себе, вот сейчас ответственный момент У меня, на самом деле, я по классикам Вот, так что... Классики-классики-то, когда прыгаешь Братья Карамазову Братья Карамазову возьмет Так, Константин, с роскошной бородой Уел, уел Я возьму с собой Ну, метролей Ося А книжку-то какую? С выдуманными друзьями на Оскар Не буду зашучивать твою шутку, она была прекрасная Оскар, пожалуйста На газету Здрасте, приехали Прекрасный ответ А это практический подход, да Не дошутишь Да, и? И Дмитрий Наверное, что самое сложное То, что невозможно прочитать в быту Вот, ну не знаю, там Эммануила Канта, например Наконец-то осилить Вот мы знаем, что ты его не читал теперь Ах ты, позор, вот мы все читали Так, вы знаете, перед началом нашего эфира Нам редакторы наши Девчонки, ничего, что я вас дал? Спасибо Ну вот, они нам с тревогой доложили Что, говорят, ребята стоят и ведут разговоры О сути либерализма в коридоре Это правда Может, пока не поздно отменим Тема разговора так звучала Слушайте либерализм в коридоре Мы закрыли тему практически, да? А вы вообще Ну вы такие политические Обычно же, ну по крайней мере, ассоциация такая Что музыкантов очень мало чего, так сказать, политического волнует То есть их интересуется сама движуха А вот Право-лево не важно, да? Ну да, или нет? Мы как раз об этом, в общем, отчасти говорили Что многие из нас То есть нас вообще много Поэтому многие из нас Придерживаются более активных взглядов Скажем так, либеральных Кто-то придерживается взглядов, наоборот, невмешательства Кто-то считает, что либерализм это зло Как ведущий Это кто-кто считает? А давай попробуем угасать Я не знаю, навешивать эти ярлыки или нет? Не скажите, скажите Сережа, может навешивать эти ярлыки? Не знаю, даже не знаю Ну, в общем, у нас есть Я хочу его обнять просто Большая палитра вкусов В этом смысле, не вкусов, а мнений есть Есть более религиозные, менее религиозные Хотя, в общем, все достаточно религиозные Да? Да Да, нет Я не вижу, что за всех просто говорю Мне так неудобно все молчат Нет, ну не все Ну, просто серьезная тема Поэтому тут, может, не очень уместно действительно хихиканье Да, ну, в общем, мы обсуждали много чего Вправо-влево, вверх-вниз И консенсус Я не знаю, достигнем консенсуса Да нет, конечно Нет, конечно Вот Я все жду, чтобы кто-нибудь подходит Видите, я разумею не получается А вы как-то пытаетесь у меня Я пытаюсь представить Пытаюсь представить себе вот Существование подобного коллектива Всегда мне ужасно интересно Может, не реализованная детская мечта тоже Что я тоже мог бы быть рокером Еще не все потеряно 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 Не важно Я пытаюсь себе представить Вот как вы функционируете как коллектив Ну, понятно, что репетируете туда-сюда А потом садитесь за стол Беседуете Дискутируете Орете друг от друга По поводу политики Ну, вот как это происходит Бывает Бывает такое Ну, вот, в общем, полюсы я как-то попытался Более-менее обрисовать Ну, бывает, это было сейчас вот За пять минут до эфира А в прошлый раз было год назад, наверное Ну, да Потому что вы в коридоре перед эфиром Это обсуждали То есть, явно это вас, ну, волнует Это, по-моему, тема постоянно обсуждения У нас оказалось в свое время И мы оказались в одной точке пространства Да Ну, то есть, не то, чтобы мы долго шли к этому разговору И готовились Приводили какие-то аргументы Какие-то выдержки, цитаты Выступления различных сторон Ну, аргументы приводили А цитат как раз мало было Да, очень Понятно А как, кстати, происходит Вот, давайте еще раз с ней с политикой А давайте в техническую сторону В деле в технологическую Вот как функционирует коллектив? Ну, если говорить о материале Большая шестеренка Некоторые вещи мы сочиняем сразу вместе Некоторые я сочиняю один Некоторые аранжировки тоже как-то совместно рождаются Некоторые изначально делаю я Но потом в итоге все вещи практически мы доводим вместе Больше или меньше у нас как раз Вот, возвращаясь к вилке демократия-деспотизм Как раз у нас идеальная структура То есть, вот, золотая середина Между деспотизмом и демократией Ну, с легким уклоном в деспотизм, конечно Вот эта середина, она ближе к деспотизму Да А деспот вы, да? А когда как, это сменяемая роль А, вот так вот Это роль сугубо выборная Нет, просто это жребие Это важный момент, что в каждый конкретный момент Должен быть ответственный за принятие творческого решения А как это? Нет, ну, если бы шуток Ну, какой, я не знаю Вот мы написали лирическую письмо Ну, это, конечно, там, типа, это Оскар, естественно Нет, это добрый Ну, я не знаю Ну, в какой-то момент Просто кто-то очень уверен Говорит, ребята, ребята Эту сегодня репетицию было так Юра Костян, к сожалению, с нами не пришел Но вот он сегодня очень долго отстаивал там одну партию И в итоге И отстоял Отстоял в итоге, да И, то есть, в этом смысле его деспотизм был хорош А как выглядит аргументация? Вот вы там Смотри, вот как выглядит музыкальная аргументация Ну, матом говорим, матом говорим Это убедительно для музыканта? Ну, вот это, знаешь, как сказать? Матом очень важно, да Это же матом, как и просто словом Надо уметь сказать Ну, он показывает, что, ну, условно говоря Вот я считаю, там, говорит, там, один Вот это вот Тум-пум-пум Это убедительно Тум-тум-тум-дум-дум Нет, фигня Нет Ну, приблизительно так происходит Мы играем, пробуем Мы проверим версии Просто надо быть более энергичным Мы стараемся проверять Если какие-то есть конкретные предложения Осмысленные Стараемся их проверять А не отметать сразу Иногда это помогает, иногда нет Не продавить Тут все-таки важно общее стремление К какой-то, ну, хотя бы гармоничной вещи Потому что это не компромисс Между разными точками зрения А, это не компромисс Нет, конечно, не компромисс Компромисс тут не работает вообще Компромисс — это плохо в этом смысле Понятно Понятно Хорошо Так, друзья, прерываемся на короткую паузу А потом возвращаемся к нашим весеням Акустическая среда В шоу Профилактика Это не она Это не читай Сапокла А это она? Кого чего? Это кого чего, да А, кого чего? Гелетив А, это родительная падежа Как мы это называем с Лешей Ну, между собой когда беседуем Ладно, друзья Мы сейчас Обсуждали следующую песню Извините, что испортили вам капельку сюрприз Значит, благодарим Музыкантов Которые сегодня пришли к нам в студию Собственно Да что к нам? К вам в студию, конечно же И для вас спели играли Не отдавай столько Столько власти нашим слушателям Мы их очень любим Студия все-таки наша А шоу мы делаем для них Вот Для вас, дорогие друзья Значит, давайте посмотрим, что у нас Вот я обожаю наши слушатели Вы, конечно, молодцы, ребята И ваше парадоксальное мышление потрясает И, возможно, так сказать Вдохновляет музыканта писать музыку А я вот против каналов спортивных Их слишком много Для россиян достаточно одного спортивного канала Спорт из Валерий Вот он сейчас Спасибо большое Человек из Липска первый смс на маяк прислал У нас вот еще И вот именно в таком ключе Значит, давайте теги Смотрим теги Значит, сахарный Нежный Восторг Извините, из Москвы прислал По ошибке Притерный Водка Огурец Нежный Добрый Все-таки вас романтика Обаятельный Музка Вне времени Вот человек Вот Это похоже на нас Притерность отходит на второй план И выходит что-то вечное Нетленное Ты за салонку хватаешься Всю жизнь Нет, на самом деле Решающие теги за нами с Лешей Я бы сказал, что это Что это тонко в интеллектуальном смысле Правда Это очень хороший Такой у меня тег Это устраивает полностью Потому что, конечно Притерный Сразу хочется Немножко Помыть руки Да Хотя, помните У Rolling Stones Была такая пластинка Sticky fingers О Понимаете? И нормально Леша, давай Ты свой тег быстро У них это наоборот было что-то Давай, Лешка Тег, тег, тег Притерный Подталкивали себя к этому Про Rolling Stones Не стал ничего говорить Вы сами начали Страшно Ну давай, Лешка Сейчас благодарим ребят Объявляем, где ближайший концерт Да В клубе 16 тонн 14 февраля В 9 вечера Я, к сожалению, понял Что я Ввиду того, что я в эфире Не смогу там присутствовать Хотя очень хотел бы Ребята обещают, что давки Не будет Ограничили они количество Это звучит Таким сомнительным комплиментом Нет, нет, нет Вы не волнуйтесь Ограничили Вот главное слово Потому что 16 тонн Всегда бывает очень много народа И невозможно слушать А тут у нас был бы концерт Правильный А я не успеваю На первой станции, где я работал Извините, очень коротко Нам принесли новый логотип Это был 93-й год Но вообще все только начиналось И Артем Липатов, кстати, был Он смотрел, смотрел И весь коллектив собрался Никто не знал, что сказать Он говорит Ну, зато он не броский Кто был, чтобы бывал 16 тонн на концертах Кто-то меня понял Я оценил 16 тонн, друзья В 9 вечера 14 февраля День всех утрубленных Его называют Музыкальный коллектив Петра Налич И Петр Налич Константин Швецов Сергей Соколов Дмитрий Симонов И Оскар Чунтонов Правильно? Давайте, друзья И заключительная песня Спасибо вам огромное Удачи вам Спасибо Спасибо вам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если не будет любви у Маруси Будет печально По всей Руси Мир будет холоден Мир будет пуст Все приходите Комаруси под куст Там под кустом Открываются чакры Там под кустом Километры и акры Акры пространства Любви километры Все, что ты хочешь Эцетра Дома Руси Доходить казак собирался Чисто побрился В путь отправился Дорогой напился В лесу забалудился Утром очнулся И перепугался Но не растерялся И быстро собрался Хотя бы левевали Меж дорогой потерялся Казак Под кустом Марусю целует Марусю ласкает Марусю ласкает Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова